Меня зовут Ксения Голубович. Я очень рада представить вам Криса Мерла. Сейчас я его представлю. Сама я автор, переводчик, редактор журнала, издательство «Логос» и прочего прочего преподавателя. И по разным поводам мы взаимодействуем с Крисом. Я сейчас представлю его для вас, потому что я как раз делаю небольшую презентацию членам музейной группы. Сейчас я расскажу вам. Крис Мерл – человек весьма незаурядный. Это такой настоящий путешествующий американец. Американец в лучшем смысле слова, какими мы их любим. Это человек, который объездил весь мир. Это писатель, журналист, военный журналист, поэт, у которого есть национальный образец. Он получал прекрасный поэт. Человек большого личного мужества, который может оказаться всегда в любой части планеты, в любой точке. Ирак, Абдуистан, Индия, любая азиатская страна, и Греция, и Европа, и Латинская Америка. Он везде биография его путешествий огромна. Это связано с тем, что он является директором международной писательской программы при университете Айова. О чем я сейчас скажу короче, но тем не менее все-таки скажу. Дело в том, что Америка успела стать литературной державой. Сама об этом не знает. У нее есть великолепный писательский центр, где производят писателей. В частности, Куртвенегуд. Это мой любимый пример. Пошел в эту писательскую программу. Это огромный такой мир. Я там была в 2007 году по приглашению Криса. Вместе с писателями из Китая, Сирии, Израиля, Палестины, Индии, Польши, Чехии, Кореи. Мы все там составляли небольшой писательский десант, потому что именно международная писательская программа приглашает туда писателей из всех стран мира. И из конфликтующих пограничных территорий у нас одновременно был палестинец и израильтянин. Причем израильтянин, который сам происходил, в семье происходило из Ленинграда, которые эмигрировали туда. И Крис абсолютно не наивен в отношении всех этих связей. Он прекрасно понимает, о чем говорят. И собирает эти разные точки зрения. Как мир виден из каждой, даже из маленького уголка, из какой-то маленькой арганской деревни. Как они видят мир, какой трафик идей, связей, идентичностей проходит через них. И поэтому он очень открыт к любому разговору. И ничто не является для него запретной темой. Он очень открыт. И это человек, который работает над тем, чтобы мир все-таки становился пространством культурного диалога. И никогда не запрещает, не подавляет никакого высказывания. И позволяет людям с различным типом высказываний существовать на общей площадке. И хотя международная писательская программа существовала и до Криса, она была придумана другим человеком, который лично на себе привозил пачки писем. Это отдельная героическая история, как Америка постепенно стала раскрываться миру именно культурно, как это вот такие отдельные чемпионы это все делали. Но Крис перепридумал эту программу. То есть она стала открытой, она стала очень известной по всему миру. К ней хотят присняться писатели. Очень многие наши писатели были на этой программе. В частности, допустим, Алиса Ганеева была на этой программе. И очень влаги. Но их позиция – это то, что называется mid-career writers. То есть это писатели 30+, или 27+. Это те, кто уже поднимается, но которые открыты миру. И туда можно запустить большое количество новых идей, новых опытов, чтобы это перерабатывалось дальше, и люди шли с этим багажом дальше. Я была на программе, когда мне было 35. Поэтому это вот... В принципе, мы были плюс-минус одинакового возраста, но там были люди старше и были люди младше. Вот. Что еще сказать об Айовском университете? Это огромный, то есть это университет, и при нем вот есть этот огромный элит-институт, в котором преподают. Потому что все писательские программы существуют при университетах в Америке. То есть это не отдельный институт, а это именно при нем. И сейчас как раз Крис приехал сюда не в качестве писателя или в качестве, как бы сказать, представителя своей программы, а именно, скорее, его пригласил в Московский университет, это стипендия в Полбрайт. И, собственно, у нас уже тоже начинают принимать этот опыт. РБГУ, Вышка, они создают писательские программы при себе. То есть вот это вот начинает вводиться, что не только... И к этому присунулся в этот институт, потому что, естественно, я сказала, ребят, ну а что сидеть-то? Потому что, смотрите, Ваши же писатели могут пойти туда работать. Это юридитетские позиции. То есть писатель может преподавать в рамках юридии, и это очень ценно. Эти программы надо развивать, потому что... Мы все прекрасно знаем, что есть двойной источник писательства, это самоводки и люди, которые идут в институт с одной стороны, а с другой стороны, это филологический факультет, а журналистика, как откуда вот эти притоки, да? И пока это никому не сводилось, а сейчас мы будем его сводить, и это будет очень интересно. Вот, Крис только что вернулся с семинаров, он был с филологами, семинар в Ясном Поляне, мы думали, что они вернулись с трехнедной сессии, и когда мы вступили в контакт с музеем Пастернака, я подумала, что в великолепном завершении вот этой вот, так сказать, поездки по природе, потому что Москву он уже видел, будет идея пригласить Криса сюда. Это человек, через который прошли огромное количество писателей, со всего мира Крис, это еще живая библиотека, он берет писателей с полок, достаточно сказать, потому что меня очень впечатлило, что они пригласили Архана Помоха, когда он еще не был Арханом Помохом, потому что они абсолютно четко и очень хорошо видят таланты, они как бы это замечают, там идут переводческие семинары, Крис организует, а однажды он сделал замечательную вышла идея, он собрал международную группу писателей, у нас было семь поэтов, там были поэты из троих, включая Крис из Америки, один поэт из Мальты, из Венгрии, была я, и седьмой поэт у нас был, it was maltsam, me, Russia, Hungary and Korea, в Словении, и был замечательный поэт из Словении, и вот мы собрали, ну это просто все, кто знали английский, и собственно, что мы сделали, как раз Крис предложил вот эту часть, вот этого Creative Writing, что он предложил, значит, мы владеем языком, мы берем слово, взяли слово «союз», «юниен», и каждый написал свое стихотворение на английском, и когда ты слышишь, когда другой говорит, у тебя что-то выхватывает ухо, это вот так сюрреалисты работали, какие-то слова, сочетания и так далее, и ты начинаешь вставлять в следующий текст эти сочетания, и у нас возник такой ковер, у нас было два стихотворения, мы писали на уроке, а третий брали на дом, и так у нас произошло четыре дня, и стихотворения стали все лучше и лучше, и в итоге Крис опубликовал эту книжку, это вышла книжка, она называлась «Семь поэтов, четыре дня, одна книжка», и она стала очень известной по университетам, и мы это стали брать как практики, потому что вот эти вот Creative Writing, оно предполагает очень много разных исследований, вот творческого процесса, как ты вот это все в себе освобождаешь, при том, что там предполагается, что те люди, которые идут, это не дополнительные занятия, это действительно люди, которые хотят стать писателем, то есть тоже отобранные люди, с которыми вот работают, то есть студенты. Вот он ведет огромную деятельность, он выступает перед детьми в Афганистане, он ездит, и сейчас Крис представители в ЮНЕСКО, они сейчас делали, вот мы говорили, Багдат, они придумали переизобрести Багдат после всех военных событий в качестве литературной столицы мира, как раз, и под это они уже очень много сделали, чтобы создать новое лицо Багдаду и напомнить всем, что полторы тысячи лет Багдад был практически центром художественного и литературного мышления целого региона, и поэтому он совершенно достоин, так же как Краков, или там, любой, там, не знаю, из Санкт-Петербурга, из-за его территории. Как вы говорите, какие-то русские люди? Я могу сказать, что они не могут быть маленькими. Окей. Я просто говорю, что они могут быть маленькими. И вот такие литературы, это такая программа ЮНЕСКО, придание статуса, вот эта литературная столица, где начинают собираться писатели, начинают спускаться именно творческие процессы, а не только политические и так далее. Вот такая история, она очень важная, и Крис занимается этим уже много лет, и писатель по всему миру, с ним лично, в том числе, в том числе, поддерживает и управляет, и очень внимательно этих пишущих людей, это тоже очень важно, это очень хорошо представляет себе, насколько может один человек это представлять, что он живет в мире, и что он знает, это такое изнутри, знание пишущих людей, думающих людей, и вот это замечательно, что здесь было представление. И я еще хочу добавить, прежде чем мы начнем, что Крис, и Олегин с этим, если говорить о творческом письме, то он ученик, если бы позднее, он был в его семинаре в Америке, когда Гродский преподавал молодым поэтам, и Крис знаменитый, молодым поэтам, который, собственно, прошел, американцем, который прошел в школу русского поэта. Вот, и мы решили начать с того, что Крис расскажет, как он познакомился с Пастернаком, потому что именно русская литература, вообще русская культура является очень большой частью его собственного воспитания. Спасибо, Ксения. First, let me apologize for not being able to do this in Russian. But I suspect that what Ксения said is much more intelligent than anything I will tell you in an external way. Я думаю, что предстояние Ксения может быть впечатляет вас даже больше, чем то, что я вас вам могу сказать. Но я совершенно счастлива, что я здесь. Просто невероятно вот это срыв, это просто будоражит то, что я вот здесь. Мне кажется, кроме всего прочего, самый первый серьезный фильм, который я вообще в детстве смотрела, это был фильм «Доктор Живаго». И как ребенком Россия стала большим частью, у меня был большой образ России в сознании. И когда я в школе, уже в старших классах, один из текстов, который мы должны были читать, который входил в обязательно программу, программа была «Архипелаг Гулаг Солженицын». А когда я уже был студентом, то я учился у Министерства Бродского. И я еще хочу сказать, что жена моя, Лиса, она скрипач, и у нее преподаватель тоже был русский. Эмиль Цаткин. 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 Она училась у него, настолько расстраивалась, что даже чего-то не знала, не понимала, вот из того, что он ей объясняет, то что у него нет этого русского бэкграунта, он не может ей объяснить. И однажды она сидела рядом с ним во время репетиции и он настолько расстроился того, как выступал его студент, что он упал просто на колени, плакал и кричал «Что ты делаешь?». Он заставлял нас учить каждую неделю по сто строчек поэтических, то есть сто строк они должны были выучивать и за полчаса приходить и выписывать их всех. И, собственно, занятие, оно состояло в том, что в три часа Джозеф Иосиф говорил без остановки перед нами. Он читал, и он еще читал перед нами Чешлова Милоша, Кавафиса и Збигнев Герберт. Он читал вот этих поэтов как бы нон-стоп. И в особенности Уинстона Одена. Бродский говорил, что у него воображение больше Одена, чем Бродского. Вчера был 1 сентября 2018 года. И одно занятие Бродский полностью посвятил знаменитому стихотворению Одена 1 сентября 1939 года. Он читал, он отчитывал строчка за строчкой просто все занятие, три часа ушло, чтобы прочесть одно стихотворение. Это был потрясающий урок поэтики, вот как построено все. И это настолько в этом было много такого масштаба духовного, что, наверное, за это занятие я, собственно, и понял, как писать поэтию. The poem begins, I sit in one of the dives on 52nd street, uncertain and afraid, as the clever hopes expire on a low, dishonest decade. И стихотворение – это начало Второй мировой войны, и Оден начинает его очень жестко. Он говорит, я сижу в одном из баров на 52-й улице, неуверенный и испуганный, и вижу, как исчезают, растворяются в воздухе все самые умные надежды этого бесчестного, этого нечестного, такого врущего десятилетия. То есть вот это вот low and dishonest decade – это вот то, что было перед войной, когда все друг другу врали. И в первой строчке он использует слово dive. Dive – это не совсем бар, это вот очень Нью-Йоркское, это такое вот местное слово. Это сланговое такое слово, то есть он резко уходит вниз. And Brodsky believed that one of the reasons Оден moved from London to New York was to expand his vocabulary so as to include American slang. И одна из причин, как считал Brodsky, почему Оден вообще переехал из Лондона в Нью-Йорк – это для того, чтобы расширить свой словарный запас, чтобы начать вводить сленговые американские слова. То есть это… But it's contemporary, it's like be more now. Well, no, but also it's the kind of slang that would not be heard in London. You could hear it only in New York. I can tell you that very few American poets were thinking in that way at all at that time. И надо сказать, что в те времена очень мало американских поэтов, которые были способны на такое мышление о поэзии, как Brodsky, умели так думать очень немногие. The idea that part of your job as a poet was to expand the range of the language and what the language could do. Например, мысль о том, что твоя задача как поэта, твоя работа – это в том числе расширять язык, который входит в поэзию. И это ты тоже обязан делать – работать над расширением языка, над расширением средств выражения. Это твоя работа, значит, что ты делаешь. Например, в то время, когда учился Крис, основным творческим импульсом, двигавшим американскую поэзию, было желание упростить язык и сделать все как можно более ясно. И Brodsky в этом смысле дал мне и другим американским поэтам, молодым американским поэтам, идею, что стихотворная строка может быть гораздо более сложной единством, более сложной единицей, чем ты думал, чем ты представлялся. И для меня это просто поменяло все. И кроме всего прочего, он заставлял нас, настаивал на том, чтобы мы писали именно в традиционных формах. Например, писать в размерах, принятыми размерами и рифами. В то время американцы, в общем, уже забыли, что можно писать рифами. И в размерах они писали свободным стихом. Это уже была принятая такая базовая форма. Начиная с Уолта Уитмана, у нас была великолепная, невероятная революция именно в рамках свободного стиха, того, что мы делали в свободном стихе. Бродский просто с ума сходил из-за этого, я видела. Потому что он происходил абсолютно с другой традицией. Но в тот момент уже многие в Америке начали задумываться о том, что, наверное, что-то все-таки мы потеряли, когда полностью отказались от старых традиционных размеров и рифмы и стали писать только свободным стихом. Что потеряли? Что потеряли? Крис начинает музыку. Возможность найти новый материал, который можно найти только если ты начинаешь играть с формой, а в свободном стихе с формой играть уже не получается. Бродский говорил, что с каждой строчкой, которую пишет поэт, беспокойство поэта все увеличивается, нарастает, происходит нарастание беспокойства. Потому что, чем больше ты концентрируешься на формальных аспектах стихотворения, ты успеваешь найти себя, застолбить какую-то другую еще территорию. Просто, когда твое сознание очень сфокусировано на том, что у тебя должно быть, допустим, пять ударов в строке, и у тебя должна быть какая-то другая стихотворение, и у тебя должна быть какая-то другая стихотворение. Другая рифма еще подойти. Ты просто сознательно, как практика, ты думаешь об этом. В этот момент освобождается твое бессознательное, и оно куда-то уже плывет, а ты сам не знаешь уже куда. И это возможно только в формальном стихе, а не в фрилоск, который более как фактирую-фактирую, не в журналистке. И Бродский считал, что вот именно, хотя это и пугает такая скорость, ты вылетаешь куда-то, куда ты не знаешь, но именно там ты встретишься с каким-то новым материалом, который удивит тебя самого. То есть ты не фактируешь тот материал, который ты знаешь, а наоборот, вылетаешь в материал, которого ты не представлял, что он у тебя есть. Мой друг говорил, что вот такими формами писать, это как думать об эволюции, если брать эволюцию. 999 мутаций из эволюции, они абсолютно бесполезны, то есть они не нужны, это просто эксперимент такой. Но вот одна мутация формальная, она может отправить язык совершенно в другом направлении, просто переменит все. И может быть один из тех способов, каким ты наткнешься, получишь вот эту необходимую для языка новую мутацию, новую трансформацию, это именно удерживая свое сознание именно формальными вопросами, чтобы оно не задавалось вопросами материала, потому что материал должен всплыть сам. И это, конечно, совершенно другая творческая логика, чем та, которой придерживались поэты и была распространена и считалась единственной возможной артистической логикой в Америке. Большинство моих учеников считали, что Гротский сумасшедший. Они предпочитали логику свободного стихосложения. Но тем не менее он внес в наше представление о поэзии совершенно очень мощный заряд, импульс, то есть в то, как мы общим, что мы считаем поэзией и с чего мы начинаем думать о поэзии. И этот сам способ мышления очень повлиял на поэтов, которые работали уже после него. Например, могу предложить пример, как это в классе у нас было, на наших занятиях. И Гротского очень расстраивала та наивность и простота нашего понимания того, как мы вообще думали о поэзии, размышленно рассуждали о ней. И вот однажды он дал нам задание написать восемьдесят героических куплетов, то есть это пентаметром по четыре строки, значит восемьдесят героических куплетов. Такой поэмы из восьмидесяти четырех строчек. Четверостишек. И потом он стал обходить класс, по классную комнату и читать произведения каждого на шелпусы. И всех просто порвал там. Просто дело в том, что слух не был настроен, не слышали этого ямбического пентаметра, этот героический размер. Вот его они не слышат, они не могут его чисто слышать. Я был последний. И самый маленький. И я в ужасе. Он посмотрел на меня и сказал, ну ты-то Крис, все, ты полностью, я употреблю с данного слова, но это действительно облажался. Вот из всех. Но, кстати, между прочим, как раз с формальной стороны у него претензий не было. Пентаметр я слышал. Я действительно мог сделать, я мог этот пентаметр героически написать. Но почему он облажался? Потому что он дошел до 74-го четверостишья и сказал, вот здесь начиналось твое стихотворение, и то, что ты это не увидел, вот это оно и говорит тебе. Я-то вообще поразилась, что он даже два моих этих четверостишья и прочел из 80-ти. Но когда я посмотрел, что, собственно, он увидел, я увидел, что именно он попал на то место, он пришел, ткнул в то место, где именно благодаря тому, что до этого 73 куплета я писала, что именно он попал на то место, и он писал рифмами и пентаметром, в этот момент именно на этом месте стал происходить наконец отрыв. И он открыл нечто новое, чего не закладывалось сначала. И он, собственно, четко увидел это место, где пошел через форму, благодаря самой музыке я пошел во что-то другое. И он точно это место определил. Ну, на самом деле, стихотворение было вообще ужасное, конечно. Но дело в том, что для Бродского поэзия была вопросом жизни и смерти. И дело в том, что он как раз мне показал это тем, что он прочел вот это мое бездарное стихотворение, чтобы просто понять, а есть ли там что-то, что достойно спасения. То есть вдруг там что-то есть поэтическое, а мы это не увидим. И с тех пор вот это заложило на нее основы двух вещей, того, как мы можем подходить и рассуждать о искусстве поэзии и того, как мы можем учить людей этому искусству. И вот я думаю, что, когда я нахожу здесь, это коллекция письма, которые Пастернак и Цветаева с Рейнерой Мария Рилко, прямо в конце Рилко. А еще, когда я нахожусь здесь, конечно, на ум приходит вот эта переписка между Мариной Цветаевой, Борисом Пастернаком и Рилько, который происходил в конце жизни Рилько, уже перед самой его смертью, вот та коллекция писем, которыми они обменялись. Конечно, Цветаева и Пастернак, они видели в Рильке Учителя, они видели в Рильке вот это воплощение поэта. И вот в этих потрясающих письмах они смогли создать небольшое сообщество творческих душ, которые вместе... Крэтиус первой целью? Крэтиус первой целью. А, родственных душ. Молодые поэты, юные, более молодые поэты обращались к старшему поэту в поисках мудрости, направления, пути. Точно так же, как мы в свое время отправились к Бродскому за вот этой поэтической мудростью. И когда вот мы собираемся, собственно, уже когда мы преподаем, то, собственно, что это, это такое сообщество, такая коммуна близких родственных душ, которые обмениваются, друг с другом какими-то новостями, нас передают сплетни, каким-то образом пытаются, то есть беседуют, берут вместе иногда, но и пытаются научить друг друга искусство письма. И такие сообщества создаются по всем Соединенным Штатам сейчас через программы студенческие и аспирантские. Вот этих курсов, это программа творческого письма, потому что это не курсы, это вот программа, встроенная в университетское образование. Тем или иным образом они, это все программы, которые каким-то таким, как споры, размножились из базовой программы Айовского университета, где-то старейшая базовая программа, где все сначала обучались, а потом стали разъезжаться, самая большая, мощная. И эта программа была основана через несколько лет после основания Литинститута нашего. Which is kind of funny, isn't it? Америка и Россия were always in some kind of an unspoken dialogue. Потому что Россия и Америка всегда находились в некой форме, вели некий негласный диалог, никогда не произнесенный диалог. То есть, он был, но мы не записываем, мы не знали, что мы... We don't know what we were talking about. And that's a problem. Я думаю, что просто мы никогда не знаем, о чем мы все эти столетия друг с другом разговаривали. То есть, это не выделенный формой диалог. Например, во время гражданской войны в Америке, войны севера и юга, царь Николай написал Абраму Линкольму письмо, в котором он сказал, что судьба мира зависит от того, кто в этой войне победит, и что Союз, как бы, и что Север, и мир зависит от победы Севера. И он освободил рабов в России прямо перед освобождением рабов в Америке. То есть, это было такое общее понимание, что это нужно сделать. Так что я интересен в том, что все эти вещи... Это прекрасно, это «Вор журналисты», «Витмен и Толстой». А, да, 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 да. Да, да, да. И вот это поразительно, что военная журналистика, по сути, была создана в России Львом Толстым с его севастопольскими рассказами «А в Америке Уолтом Уитменом несколько годами позже», когда... и там содержатся абсолютно очень близкие описания, именно на чём они концентрируются, да, страдания раненых в госпиталях. Вот у Толстого есть целые пассажи об этом, и у Уолта Уитмена об этом пассаже. И они все были как бы... исходили, как и Толстой, и Уитмен, как певцы, и сторонники не носили. То есть это вот... и Уитмен был об этом, и Уитмен был об этом. У нас есть вот эти параллели. И одна из причин, по которой я сейчас здесь в России, это рассказ о том, как мы преподаем творческое письмо в Соединённых Штатах. The graduates of the Iowa Writers' Workshop, in one way or another, went on to found about 350 graduate writing programs in the United States. И после такие айовские программы в разное время умудрились создать, и теперь уже число очень большое, порядка 350 программ писательских в всем Соединённом Штатах. The Associated Writers' and Writing Programs host an annual conference in the United States, which draws 12,000 writer-teachers. И вот это большая ассоциация, где объединяются эти писатели, у них происходят ежегодные слёты, и там 12... 12,000. 12,000? 12,000. 12,000? 12,000. 12,000? 12,000? 12,000. It's a significant part of our academic landscape. И это в общем уже представляет довольно большую и такую долю заметную нашего академического ландшафта. И что меня поразило, когда я был в Ясной Поляне, это насколько много молодых ученых и филологов хотели бы создать нечто подобное в университетах по всей России. Когда Бродский начал преподавать в университетах, в Нью-Йорке, в Колумбии, он просто изменил вообще сам способ мышления о поэзии, о творчестве на уровне студенческого генома, они уже выходили оттуда, думая по-другому. И таким образом он как бы сеял семена, он носил некий добавочный ингредиент, такую закваску, во все дальнейшие распространения вот этих литературных сообществ в Америке. И здесь может произойти то же самое, если вот эти филологи начнут создавать свои литературные программы творческого письма в разных университетах. Потому что интересно, насколько молодых людей хочет писать. И вот в этих мастерских, по сути дела, они начинают обучаться каким-то законам и техникам этого. В моем стране, обычно, в очень приятной манере, чем Братски, в Америке, это цитат с нискакой более дружелюбной манере, чем делал Братски, потому что это просто... Но это потому, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду. И это просто по-другому. Так что, может быть, это достаточно, чтобы начать эту конкурсацию. Может быть, войти на космос, будет нам начать. Сейчас мы проверим. Вот! Абертизм. Абертизм. Пастернаки обычно, я не вижу какой-то. Это что это, правда? Я вижу, что Пастернак не был так громко, когда он был в виду. Пастернак не был так громко. Совсем не было, да. Это было очень просто сквозь. Абертизм. Да, он бы здесь не выжил. Это хандыший. и может быть вот отсюда мы могли бы начать какие-то вопросы а можно просто последний еще раз повторить, потому что для записи и мы ничего не слышали на записи вы слышали, когда мы говорили, что мы по-другому учим? это было последнее, что мы слышали, а после нету нет на реактивы я хочу сказать, что я хочу сказать в вашем сердце, например, доктор Живаго в том, каком месте он поспит на сцене мира в том, как он приводит к кем-то в мире потому что вы знаете много и можете чувствовать В американских университетах живого мало читают. Чехов, Толстой, Достоевский – это то, что читает любой студент, который собирается заниматься литературой, и филолог, и писатель будет. Они будут читать это. Те, кто занимается поэзией, скорее всего, будут читать поэзию Пастернака. А люди моего поколения, наверное, увидели фильм. Но сам роман, который, конечно, просто невероятное произведение, у него не так хорошо знают больше. Но я скажу, что у него есть еще одно место в мире, который может быть интересным для вас. Но у него было более строго места в правой литературе, который может показаться вам интересным. Исмаил Кадари. И несколько лет назад он приглашал перевода армянского писателя Исмаила Кадари. Он часто поменяет как человеку, которому может быть следующим нобелевским лауреатом. И он был в Горки институте 1958-1960. И он написал роман, посвященный этому периоду, который вышел где-то в 1980 году. И он посвящен им институтам и писателям России. И два вещи происходят. Один, он приходит из Албании, который приближается от Советского Блока. И происходят две вещи. Во-первых, он приезжает из Албании, который вот-вот выкинул из Варшавского договора и расстался с ним всегда. И, как бы, когда они находятся в институте, они там обладаются в части писателя Доктора Шиваго. И, по сути дела, роман представляет собой заметки внешнего наблюдателя, который оказывается вот в этих моментах. важные годы здесь, в России, комментирует то, что он видит. И комментирует, собственно, две вещи. И мне еще предстоит все-таки познакомиться с каким-нибудь русским читателем, которому просто прочел бы эту книжку. И даже в институте никто не читал этой книги. Называется «Сумерки восточных богов». И это потрясающе. Это очень смешно. Очень смешно. И очень такой черный юмор такой смешный. Можно еще раз имя автора, потому что из-за самолета не очень хорошо было. И это название названия Кадари. 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 Он написал лучше всего известен своим романом «Творец Сновидений». который состоит в мифологическом империи, наверное, в 15-16 веке. И действие романа помещено где-то в 15-16 веке в некоторой такой мифологической, как бы сказать, придуманной империи, но, видимо, взятой за основу, взятой Османской империи. И вся история состоит в том, что кто-то в этой империи однажды увезет сон, который послужит сигналом к началу разрушения этой империи. То есть есть роман, посвящен тому, что есть отдельное министерство, которое заполняют чиновники, песцы, которые каждый день собирают сны, увиденные людьми предыдущей ночью. И еще записывают их, чтобы понять, приснился ли наконец-то в сон, который сигнализирует начало конца. И это такая метафора, образ такого тоталитарного страха, страха при тоталитаризме, такого уровня, который, я думаю, понравился бы очень Пастернаку. И, конечно, он писал этот роман в 80-м году в Албании, где, в общем, было очень, в те годы, очень тяжко и мрачно и тяжело. И, конечно, ему надо было изобретать некую форму для этого романа, которая была бы, в общем, отлично и необычно, и не совсем похожа на реальность. В отличие от Пастернака, который, в общем, создавал произведение близкое к реальности или более открыто к реальности. Потому что в Албании должна была быть такая метафора, зашифрованная. Я имею в виду для вас, Крис. Крис, можно ли, пожалуйста, прочитать несколько ваших новостей поэмок, прямо на поверхность 본身. Можем попросить прочитать аренду. Я посчитал один, который Кассиния не может переводить. Она не может переводить. Так что вы можете услышать. Моя младшая дочь любила овсенную кашу, когда она маленькая. У меня младшая дочь есть, и она любила овсенную кашу. Которую мы называем Маш. Она такая... Размазня. Размазня. Разваренные. Я написал это для нее. Какая младшая дочь, если ты любишь младшу, слишком много? Какая слуха, слишком много слуха, если ты любишь слуха и так далее? Хош, младшая дочь, не встать, чтобы пить младшу в слуха. Это слишком много. Ахахахаааааааааааааа. Модорские чустриты. Чустриты в Броските. Бротские чустриты. Но и не сейчас. О, это будет тяжело. Если я позволю, возможно, профессионалы бы поставить свои вопросы сначала, но я стараюсь поставить это. Как Бродский учился в университете, в русском или в английском? Или он успел говорить в английском? Он упал только в английском, и это было... Это было интересно, в тех временах люди пахали в университете. Бродский учился в открытом сердце, поэтому он не позволил пахать. Но... Такого у нас еще не было. Какие-то гонки. В первый раз такой был. Это мудрый рейс, это мудрый рейс. Мы sat around the table, and Brodsky would be on one end, and at the very end, across the table, a student would leave a pack of cigarettes out. And there would come a moment in the class when Brodsky would just almost leap across the table and say, Please, can I have a cigarette? He wasn't allowed to smoke. And he would just... He would smoke with such passion. I mean, he loved it. He loved it. And that gave me some kind of an idea about living with gusto. Living with gusto, what is? Living fully. Ah, ok. And were they living with the package on purpose? No, no. Just without thinking about it. Значит, дело в том, что тогда было разрешено курить, он на английском преподавал, и тогда было, интересно еще тоже, тогда было разрешено курить в аудиториях, и студенты курили, значит, все писатели сидели и курили, а у Brodsky только что была открыта операция на сердце. Курить ему было запрещено. И, значит, и там во время одного занятия студент совершенно не думал оставил пачку сигарет, и, значит, и Brodsky сидел, 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 и вдруг как рванет со своего места. Умоляю, дайте сигарету. И говорит, Крис, я вот помню, как он курил, с какой страстью он курил. И тогда это дало мне вот понимание, что значит жить полностью, вот полностью, вот по последнему, то есть неважно, это живешь уже без... Полной жизни. Это даже не полная жизнь, вот это вот без ограничений. На пределе. На пределе, да. Это гостер. Да, это гостер. А что, собственно, он делал, когда он так курил, это он готовил себя и бросал себя в ту, как бы в еще одну порцию того монолога, которого он уже готовился сказать студентам, объясняя по поэзию. И он считал, что все вопросы, которые мы задавали, они все совершенно тупые. Американский профессор никогда так себе не позволил себя вести, вот с такой степенью. И поэтому как раз это было смешно, это было как-то мы прощали это. Но с другой стороны, это был такой, знаете, как бы хороший, так подстегивающий момент, то есть ты всегда был наготове, то есть ты не расслаблялся. Потому что он читал каждый поэм, который он говорил так близко, так близко, так близко, так близко. И дело в том, что, ну, еще дело в том, что вот все, что он читал, вот он читал с нами какое стихотворение, он читал настолько близко к тексту, и настолько он заставлял нас буквально вслушиваться глазом, то есть выкрызаться, чтобы услышать, как слышит поэт. Ну, как бы не по верху, вот что-то там строка такой смысл имеет, когда скользишь и как бы собираешь смысл. Ну, так в целом, что-то непонятно. А вот как вот действительно, вот она, через что он заходит, вот как он это, и вот тогда вот ты как бы обретаешь, как бы тебе просто уши включены. И он настолько авторитарно разговаривал. И даже когда вот какие-то безумные вещи говорили, с которыми сложно было согласиться. И он говорил совершенно разные вещи, которые иногда были блестящие, и иногда были абсолютно какие-то сумасшедшие, или одновременно и блестящие, невероятные, и сумасшедшие в том числе. Например, американский профессор, ну что бы как-то быть, как-то взывал, если бы говорить в этом. Он бы, да, по контрасту, да, он вопросы бы задавал наводящим, например, студентов, увлекая аудитору. И вот он задаёт тогда вопрос, и начинается как бы совместная, немножко оркестрированная, но совместная дискуссия студентов и профессоров. А Бродский, конечно, произносил речь из горы практически. Что было, в общем, вот это вот thrilling, это сложно перевести. Это вот и будоражит, и радует, и возбуждает, и thriller от этого же слова, то есть thriller. То есть у тебя вот это вот ощущение, да, такой вот тревожности, желания узнать, что же это. Какой-то событийности. Да, событийности. Да, событийности. Бродскому очень нравилась идея Одина, которая у него заимствовала, что поэт разрабатывает кодекс совести, да, кодекс совести. И он постарался, чтобы мы, как поэты, сами в себе тоже вырабатывали собственный поэтический кодекс своей совести, как поэты. И что в основе этого кодекса лежит требование быть абсолютно честным перед самими собой. И мне кажется, вот те истории, которые мы успели выслушать перед тем, как пошли в дом, то есть мы пока еще в доме не были, чуть-чуть, вот все истории, которые в округе нам рассказали, как раз говорят о том, что у Пастернака тоже было что-то вроде вот этого поэтического кодекса, морального кодекса совести. И это, собственно, создается для того, чтобы поддерживать в тебе мужество. Это то, что он нас учил. Я спросила у Лисы, как он работает со студентами. Я вот не такой просто вредный, пробный и ширбый. Нет, это не мой способ. Я не так работаю, конечно, не настолько вредный и злостный, как Броски. Если я даю поэтическое задание своим студентам, даже если они пишут им какую-то чушь невероятную, ужасное что-то пишут, если... Я считаю, что моя задача, как преподавателя, найти в их сочинении что-то наподобие того, что Броски нашел в моем 74-м куплете. Всегда есть что-то, на основе чего писатель может начать свое строительство, подниматься свое. Я говорю им, что, когда я пишу что-то, то первый наброс обычно очень... что-то ужасное. И почему-то у меня есть идея того, что чем хуже это, тем больше у меня шансов что-то открыть. То есть, плохое письмо, оно не просто так. Потому что очень часто мы пишем плохо, потому что еще мы не нашли того языка, на который мы можем выразить то, ради чего мы стали писать. И вот это усилие копать глубже, которое абсолютно зависит от нашей решимости, от нашего мужества идти дальше, дает нам шанс найти, действительно, прийти к чему-то действительно оригинальному, у чего до этого и не было средствора жизни. Потому что, мне кажется, если у нас есть студенты, которых действительно волнует и интересует письмо, то, в конце концов, они будут научиться тем литературным приемам, той технике, которую, в конце концов, преподавал нам Бродский. Точно так же, как моя жена училась, на скрипке, просто снова, снова, снова. Сколько черновиков должно быть приблизительно в этой технике? Ну, все-таки, 10, 20, 30. 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40, 50? 50, 50, 50. Вильям Блейк считал, что все его стихотворения даровано ему Богом с небес. И при этом он часто писал по 120-150 вариантов одного стихотворения, при том, что они должны с неба ему были являться в готовой форме. Ну, все дело в том, что, поскольку мы люди, то мы всегда искажаем тот сигнал, который он взял сверху, и поэтому мы довольно плохие радиопъемы испорчены. И мне кажется, что на наших творческих семинарах у нас есть шанс показать студенту, где они исказили сигнал. Или где есть намек на правильность сигнала, да? А вот ваше стихотворение про кашу, сколько было черновиков? Сколько было черновиков? Сигнал был не в кашу. Не сразу. Многие из нас. Но я знаю... Я думаю, что я сказала к ней... Я сказала, «Мой Бог, Вы любите Машу так много!» И когда я слышала «Машу так много», я подумала, что там может быть что-то там. Нет, было много всяких набросков, но я сказала ей, «Господи, как же ты вот это вот размазню любишь». И вот я услышала, «Маш, Вы любите Машу тоже». Когда я услышала «Маш, сэу мач», я вот почувствовала, что там, наверно, что-то начинает уже вращаться. Здравствуйте. Николай Удальцов, художник и писатель. Если возможно... На днях меня приняли в Европейскую гильдию креатива и творчества, и там я выступил с несколькими тезисами, с которыми я пришел в литературу. Вот. Вы позволите, несколько тезисов я выскажу, а Вы не могли бы их прокомментировать? Согласны Вы со мной или нет? Он хотел сказать, что он поэт, писатель и артист, и он имеет определенные тезисы на арте и литературу, которые он хотел, чтобы услышать Ваши комменты, если Вы не понимаете. Первый тезис. Я пришел в литературу, потому что считаю, что современный писатель должен рассказать о мире глубже, умнее и интересней, а значит лучше, чем мир сам рассказывает о себе. Первый тезис. Я пришел в литературу, потому что считаю, что современный писатель должен рассказать о мире глубже и интересней, чем мир может рассказать о себе. Вот это мои книги. Следующий мой тезис. Для того, чтобы быть творцом, писатель, кстати, как и художник, и, разумеется, как поэт, да и как вообще, как любой творец, он должен быть мудрее, чем мир, который ему достался. Для того, чтобы быть, чтобы говорить о мире, поэта, поэт, и артист, должен быть мудрее, чем мир, который он импередрит. Как вы думаете, что это? Я думаю, что в литеральном работе, учитатель может быть мудрее, чем мир, который импередрит, что он импередрит. Я думаю, что да, в литературном мире человек может быть мудрее, но задача романа или любого произведения – это быть больше, чем сам писатель тоже, чем его творец. То есть ты создаешь нечто, что больше, чем ты. Есть какая-то вот такая история, по которой стихотворение умнее поэта. Ну и еще один тезис, что писатель должен постоянно создавать литературного героя своего времени, человека, на которому людям захочется быть похожим. Что касается, например, о подпольном человеке, хотим ли мы быть, у Достоевского, хотим ли мы быть такими, как он? Или это что-то другое? Вы знаете, среди тех, кто любит Достоевского, я не встречал ни одного, кто бы его читал, а среди тех, кто читал, я не встречал никого, кто бы его любил. Вы в Америке изучаете Достоевского вот таким вот. А у нас, знаете, который час, да я тебе скажу, который час, только ты вначале должен понять и на пять страниц. После этого человек переворачивает. Это такой, так сказать, краткий. А теперь вот, что касается, что произведения должны быть… Минуточку, это нужно перевести, да? Он говорит, что, unfortunately, among the people, who liked Достоевского, I haven't read one, who read him, and among those, who read him, I didn't meet anyone, who liked him. Ну, я люблю Достоевского, я его читала всего. Вы что, смотрите, любое исключение всегда приятно. А теперь, что касается произведения, которое умнее писателя, понимаете, произведение должно быть умнее читателя. Умнее писателя оно не может быть. И как бы много писателя ни сказал, он все равно… Так, вы пожалейте переводчика-то, пожалейте. Очень, очень. Да, зависит от Струбики. Это не появится человек. Оно написано. Оно, может, прежде чем писанин, он не может крайне читаться. Это неisz, но научится всему, неудачу. Это всегда больше, чем писанин. Но, вообще, неудачу, он не может быть умнее, чем писатель. Мы не уйдем. Я не думаю, что писатель стоит героя для своего времени, писатель бросает свет на какую-то часть, на какую-то зону времени, которую мы невнимательно, которую мы не видим, он высвечивает. И мы удивляемся, потому что мы этого не видели, а это есть. И вот это, в задаче писателя, показать то, что скрыто от большинства. Remember how Tolstoy wanted to write a novel about an adulterous woman who he would condemn. And then he fell in love with Anna Karenina, and the novel became bigger than he was. Вот если вспомнить Толстого, то он хотел написать книгу, в которой у женщины очень поверхностный, очень картонный, который он хотел запомнить. Когда он стал писать, когда эту женщину не влюбился, и возникал роман, который оказался гораздо больше самого Толстого, его вообще изначальных возможностей, его изначальных контролей, которые он хотел подвергнуть этот роман, он вырвался из рук Толстого и превратился в то огромное произведение, которое сравнялось с Толстым, может быть, стало больше Толстого. И вот, можно вспомнить то письмо, которое Толстой написал своему другу, что сегодня случилась невероятная вещь. Я, конечно, удивлён. Вронский взял пистолет и в себя выстрелил. То есть Толстой совершенно не ожидал, что Вронский это сделал. Ну, как Пушкин, да, значит... Ну, это Пушкин, да, значит, что вы говорили, замуж выскочил. That's the way in which I think a literary work can be bigger than the writer, because at our best we are surprised by what a character does or where a meter takes us. И это как вот хорошее такое завершение хотя бы цикла мысли Криса, потому что он говорит, что как раз мне кажется, что в своём лучшем моменте, в своих лучших моментах мы, несомненно, удивляемся тому, куда заводит нас действие романа, который мы пишем, или того поэтического размера, которому мы следуем, 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 и вдруг он вырывается, и мы говорим вещи, которые мы не думаем, что мы скажем. Киногилен экзампл мне говорила Ольга Александровна Садакова, что она написала строчку, которая очень известная, ну, зрители, кто её читает, она говорила, что когда она написала строчку «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть», и вот с этого она вдруг как бы поняла, что у неё вот это вырвалось, она в ужасе это как бы, а действительно я так думаю или не думаю, но вот с этого, как бы вот с этого, и там начинается целое большое произведение с этого, но вот там задан объём, и вот как ты в этом объёме будешь плыть, вот в этот раз, и задаётся объём, и вот, и там ты должен уже вот соответствовать тому потоку, который идёт, и, собственно, мастерство поэта – это работа, ты в этой лодчонке, Данте сравнивал с лодкой, то есть ты плывёшь уже всё, ты уже в этой стихии, тебе открылось это вот, то, что вы сегодня говорили, от пространства открылось, и ты там должен, и там спасает только какая-то этика, и какие-то вот вещи, которые только поэт знает, как он там выжил. Это же часто сравнивается с кораблекушениями, с землетрясениями, то есть какими-то бедствиями, в которых ты реально выживаешь, когда ты вот оказываешься в этом пространстве. Оно действительно жизненное. Я говорю, что Данте сравнивает литрарный артист с лодкой, с лодкой, с лодкой, с лодкой, с лодкой, с лодкой, потому что, когда спецракет открыто, и когда работа начинается, ты там, и ты там, и ты там, и ты там, и в этом элементе. Да, да, да. Да, да, да. Канадский писатель Фарли Маулет сказал, что он писал несколько chapters, и потом он чувствовал, что он поднимался, и потом он подумал, что он чувствовал, как я должен избавиться, писать Фарли Маулет. Канадский писатель Фарли Маулет говорил, что он пишет несколько глав, потом понимает, что пол под ним провалился, и он, значит, на этой машинке сидит и думает, что там будет повсяться. Как выбраться из всего этого? Ну, он пишет на этой машинке, как на шипке. Поэтому, это совершенно такое. И я также думаю, что есть прекрасный американский новелец, называемый Франсин Проз, которая писала новелец, и на последней части первого драста, что она думала, что последний драста, она понимала, что главный персонаж был вообще рабби. Она не решила это до последнего пласта, и она не могла возвращаться. Она была вновь и неизвестила все завершенность. Это превратилось новелец «Жуда Паис». Замечательная из писательницы Франсин Проз, американская, которая, когда она уже после 1000 раз переписываний уже написала то, что она читала в последней версии, и когда она прочитала это последнюю версию, она поняла, что главный герой — это Равин, а совсем не тот, про кого она думала. Ей пришлось переписывать роман, потому что она ошиблась с главным героем, она не понимала, что он главный герой произведения. И потом она, когда я дошла до конца, она, ой, а я, кажется, религиозный роман, религиозный писатель не писал. Иуде благочестивый. Это похоже на историю с Соломоном Аптом, о которой мне отец Владимир Вегелянский рассказывал. Как он переводил Иосиф и его братья, огромнейший многотомник, он поставил точку после последнего предложения, сказал, нет, я не уловил интонацию автора и пошел переводить сначала, и перевел всего Иосифа и его братья заново. Иосифа и его братья заново. Д. Х. Лоренц, когда написал роман Радогу в свой паспорт, написал восемь раз, и это было восемь разное произведение. То есть это у нас каждый раз не то, не то, вот это не то. Хотя это, конечно, законченная работа, может, это не то. И вот во время таких творческих семинаров, конечно, мы рассказываем друг другу все эти истории про писателей, про то, как про то, как про то, как про то. Создавали все эти мифы, легенды про произведение, кто что сказал кому, чтобы понять, чтобы научить друг другу писать и не бояться. И я, конечно, с собой увезу в Америку вот эту вашу историю, про как Пастернак отказался подписывать письмо против советских военных, о которых приговаривали, когда он сказал, и вот эту историю с сыном, которая увлекла, что у людей, которые подписывают такие письма, они должны родиться дети. Вот, поэтому это вот такая история, это будет тоже добавлено вот в эту коллекцию драгоценностей. Это была такая коллекция драгоценностей, такая сундук с драгоценностями, с чего стоит созданное произведение. Ну, это просто не вопрос, а замечание, что, может быть, вот как раз, когда, по видимости, писатель как бы теряет контроль над своим произведением, это как раз залог того, что читатель может получить что-то от этого, что это не будет просто диалог одного читателя с одним писателем, а что-то большее он получит. Ну, не в смысле просто не с одним человеком, а что, когда ты читаешь произведение, которое больше самого писателя, то ты тоже общаешься с чем-то, что больше тебя и больше писателя, что-то между вами, да, а не только между двумя людьми, да, как переписки. Как переписки. Как переписки. Как переписки. А. Говорят. Скороче terms. Так. Как понятно. , как страш Bref. hvorvo portal. Какая сильная тема. Какая сильная тема. Какая нагрузка. Какаяベター período grabbed. Русский сказал, что это сам язык, что вот это большее, что он так как бы, как Цветаева говорит, принять испыток, да, вот этот испыток, переиспыток чего-то, это вот сам язык, то есть мы комфицируем с тем языком, который определяет нас. Можно ли назвать это стихией, стихией языка? Как стихией огня, там, зимой? Как стихией огня, как огонь, как огонь, как огонь, как огонь, как вода, не так? Ну, Бродский в своей Нобелевской речи сказал, что поэзия является ускорителем сознания. Она дает такой, как бы, толчок, boost is a push, она дает такой сильный толчок языку, развивает язык. Я, может быть, процитирую несколько строк из Роберта Фроста. Ребята, back out of all this much too much, back out of all this now too much for us, back in a time made simple by the loss. In the first line, he loads it up with stressed syllables, and then in the second line, he fills it up with unstressed syllables. And already you're in a dialogue between two different ways of thinking about the language. And in the tension between those two kinds of music, something new is going to be created so that by the end of the poem, he says, Here are your waters and your watering place, he's really trying to talk about how poetry becomes, as he says, a momentary stay against confusion. He's creating something new that we haven't heard before. And it happens because of the musical conversation or even competition that he sets up. — Вот у Роберта Фроста в первых двух строчках, которые Крис читал, я не буду их перевозить, там самая главная музыка. А музыка состоит в том, что первое стихотворение дано в таких очень, как бы сказать, акцентированных ударных слогах. — Первая строка, имеется. — Первая строка, да. Как бы нам дается такой напряженной ударной строки, а вторая строка дается в абсолютно ненапряженных, таких как бы раскрывающихся слогах, слогах открытых. И вот между вот этим напряжением и второй конкурирующей строкой вот создается та музыка, которая обеспечивает и смысловое открытие, совершенно другое. Потому что ты слышишь это, и у тебя смысл начинает, смысл производства начинает работать по-другому. Он на другие вещи обращает внимание. И в конце он говорит, что поэзия есть, как бы сводит, и получается, что вот эта вот формальная история, она потом сводится к смысловой. И он говорит, что в итоге выходит с выводом, что поэзия есть мгновенная остановка перед... Momentary stay, like a momentary stop for a second. Stay against execution. А, это как бы вот последнее мгновение перед полной растерянностью. То есть поэзия, это как вот... Вот еще этот stay, это как вот перед казнью. То есть вот это то мгновение перед, когда вот ты собран, и одновременно ты понимаешь, что дальше тебя может разнести. Но вот это то мгновение, когда ты полностью собран, вот это мгновение. Вот. 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 Рядолева. Иый мгновенно. Игорь . Игорь . Игорь . Игорь . Игорь . And yet, as Brodsky notes in his long essay on Frost, all the potential is there in that first line, and the pleasure of the poem is in the working out of all the possibilities inherent in those ten words. — Дело в том, что, как говорит Крис, я еще раз правильно вам прочту эти строки, в общем, начальная идея произведения, то есть стихотворение просто, она состоит в том, что в мире всего очень много, слишком много всего, как бы давит и много, дальше она расслабляет, а в конце он говорит, просто вот есть вода, которая стекается в свои места, где вода должна быть, выпей и будь счастлив, то есть нет, вообще абсолютно нельзя было представить, куда он дойдет из вот этого, то есть можно было продолжать писать о том, как всего много в мире, но на самом деле, то есть да, то есть по логике, а вот именно то, что он все время переходит сам через себя и несется куда не знает, это приводит его как бы к выводу совершенно обратного, чем как бы закладывалось в начальном, но к самой этой начальной строке уже есть весь потенциал, и собственно все удовольствие от стихотворения, это как разработать потенциал, этот потенциал не логика, а тот объем, который взят, потому что если по логике он будет, I'm saying that he isn't following the logic, because if he follows the logic, he would be talking about how many things divide the world, and how they push you, but he comes that the world is enough. Ну интересен еще и сам путь, то есть все, да, абсолютно как он приходит, потому что не только начало и конец, но и путь. То, что плохая поэзия создаётся нашим исследованием логики, да, то есть вот сказал, что все много в мире, дальше перечисляешься, чего там много, и дальше вы пошли к какому-нибудь конкуралистическому ободу, а здесь вот дан сам вот этот объем, и дальше ты в него влетаешь, и ты не знаешь, что будет в конце, это только начало, но сам объем первых трусов, он больше, чем логика, а если бы он стал из этого логику выкачивать, то тогда бы он был плохим поэтом. Вот правильно. Спасибо. Простые возразительнички. What would be, what would be, what would be the title of Frost's poem, it's the title that Brodsky analyzes? Directive. 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 Да, у Бродского есть, is that in No門's analysis of Frost? No, he wrote about Frost in, on grief and reason, the second book of essays. Вторая книга, его эссе, о разуме и печали, они на «Grieff and Reasons» здесь очень можно по-разному переводить, но как бы «Grieff» — это понятно «горе», а «reasons» я не знаю, что вы имеете в виду, я тоже не читала. Но он не говорит именно об этом стихотворении, там много он его затрагивает, просто Грис приводит в качестве примера, но Крис как раз на своих семинарах много об этом стихотворении, просто разговаривает со студентами. Вот как… So, what would you call… I was explaining, and I'm actually brooding upon your idea, sorry, that basically it's not the logic that we follow, but we get into that element and we try to find out where it takes us. So, what is it, would you call it? It's a different kind of logic. Yes, what kind of logic you think is it? So, Brodsky said to us one day… Yeah, Brodsky said to us one day… Now I will tell you the secret of becoming great poets. You must go to law school. You must go to law school. Brodsky dropped out of school at fifteen. But here was his rationale. In studying law you would learn the language of law, and it's always useful for a poet to have another language. And he said, and you would learn the logic of law, which in Brodsky's mind was analogous to the logic of poetry. I have never met a lawyer who agrees. But it suggests that for Brodsky there is indeed a logic to poetry. But it's not the same as, let's say, the scientific method, or the scholarly method of assembling materials and drawing a conclusion. It's a logic that depends upon music, the music of verse. The associations set up by different vowel sounds and consonants. The whole range of material that we have in our imaginations, from memory to reading to what we had for breakfast. In the end it is a kind of alchemy, that can be created through the operations in the language. Deeply mysterious. And full of wisdom for all of us. And through which you already contain wisdom for all of us. Unfortunately it is not the same logic as what is getting that plane, but delayed. And, to the end it's the planning of which you have our own doing so well, and that's the best way of us. You would never want Brodsky to be a pilot. You would never want Brodsky to be a pilot. Мы не хотели, ни один из наших игроков работал, допустим, пилотом. Представляете, как ты лучший человек. Спасибо. Практическая вопрос. Как много вы зарабатываете в вашем учебнике для студентов? В интернациональном программе мы не зарабатываем ничего бесплатно. Мы платим, кто платит. Кто платит? Дело в том, что это разные вещи. Вот Айовская программа, писательская, где они учат самих себя, американцы и американцы, она действительно, во-первых, туда очень трудно поступить. Это большая честь, если ты поступил, тебя приняли и так далее. И там действительно есть плата. И я когда была, то есть нас водили, иностранцы, нам разрешали так все посмотреть. И мы даже участвовали в семинарах, разрешали. И мы участвовали, что-то говорили, а потом я увидела, что студенты как-то немножко, они рады и все. Ну, как-то тяжеловато. Я говорю, а в чем дело? Они говорят, а понимаешь, что за каждый семинар они платят. И вот это вот время, которое есть у преподавателей, ты как бы забираешь от студента, который заплатил. И они рады тебя послушать. Но вообще-то они пришли к этому преподавателю, это их урок. И надо быть очень внимательны к этому. И поэтому я там два раза пришла, и потом... Потому что мне же хочется сказать что-нибудь. А я понимаю, что это нельзя, это как-то неэтично. А что касается международной программы, и поэтому они закрыты, и поэтому там дело в том, что очень жесткие обсуждения происходят. Вот Крис говорит, что он не вредный. В общем, там студенты, они очень жесткие. То есть там практика, ты сидишь, молчишь, и все про тебя говорят. Ну, как такое аутодофе немножко. Поэтому они, конечно, не любят приглашать сторонних наблюдателей, потому что там, в общем, тебе все время объясняют, что с тобой не так. Вот. И это раз. То есть это очень такой закрытый процесс. Ты, вот, ухотел к этому поэту, ты шел, ты попал в семинар, и все. Вот. А программа, которую делает Крис, она связана с другими. Он находит писателя, он находит по ним. А участие в деятельности просто финансировали. Чтобы привести вот этого китайца или вот этого аргантица, к кому мы можем обратиться, к кому найти. Нас это интересует. Существует ли ты, как я был в Департаменте. Как я был в Департаменте, как я был в Департаменте. Мы получили, я думаю, что они получили. Как они в Департаменте? My staff makes an initial selection, and then we have a conversation with Washington, and then we can do a mutually agreed slate of writers. What is the difference? I had to write something like that, so I had to write something like that, so I had to write something like that. There was a перевод, I had to write it and write it. It was a government department. They have about 90 nominations. There are certain conditions for people to know English, if they don't know the language. There are about 90 nominations. These things, these pieces, these pieces, some pieces, some pieces of roman, some other stuff, they come to the court. They come to this program, and then they are sorted with the department, and then they will pay back to the department, who they will pay, and they will pay for it, and then they will pay. Я на самом деле изначально приехала, потому что Анна Брутна у меня был такой опытный голос, очень спокойный голос, у меня была такая история, была программа, которая была в библиотеке Конгресса, такой совершенно замечательный человек, Биллингтон, который очень любит Россию, невероятный совершенно человек, старый Зарабайский, этот был Биллингтон. И он тоже вывез писателей, это отдельная группа была от их программы, которая приезжала, и там мы познакомились с Крисом, но меня выбрали точно так же, как и остальные, и там была Галина, там были прекрасные писатели, на самом деле там разные, и вот мы приехали, познакомились с Крисом, и мне сказали, слушай, а ты не хочешь приехать на следующий год, если так, и мне сказали, конечно, я хочу, мне интересно, и тогда уже программа нашла возможность, и мы привезли на три месяца. И так же она находит возможности для других писателей, у нас из Африки были прекрасные писатели, и из Сенегала, и чудесно, Кенбург, и сами. But I'll say a word about what it would be for your average student, undergraduates in America, an undergraduate going to the University of Iowa, would pay about $20,000 a year? 20,000 долларов стоит для студентов, просто, если студент, американец, $20,000 долларов в год. If they come from Iowa, if they come from out of state, it's probably twice as much. А если они из другого штата, то в два раза больше. And people who go to private universities or colleges will pay $60,000 or $70,000 a year. А те, кто идут в частный университет, $60,000 или $70,000 долларов, образование очень дорогое. But you can take loans, like my lady. Yeah, and then you take, and then graduate students usually get what is called a tuition waiver, and they teach a class or two to pay their expenses. And all those students, которые живут как бы в аспирантуру, уже следующие, вот эти graduate students, you mean undergraduates? Undergraduates pay for it unless they get a scholarship or a loan, graduate students get usually a fellowship. Undergraduates pay for it unless they get a scholarship. Undergraduates pay for it, yeah. Значит, дело в том, что там они разделяются на 3, где студенты разделяются на 3 потоков. Если вот то, что называется, Undergraduates pay for it, это первое, такое, например, в лавриат, вот они платят. Если только русские университеты дают стипендию, вот, Undergraduates pay for it, это как мы уже не быстро, как мы говорили, вот они уже могут, во-первых, брать стипендию, а, во-все прочего, они уже не смогут, да, смогут брать займо в планах. То есть, вот, у меня была подруга, она совершенно известна, как бы, комьюнити ничего там такого нет, но она просто будет всю жизнь отдавать этот займ на обучение, которое, во-все-все, она учительница, она участвует, ну, как ипотеку. То есть ты вкладываешь все в свое образование, и дальше ты вот как-то с этим имеешь дело. Вот, и, кроме всего прочего, ну, чтобы их еще как-то отдавать уже с самого начала, они, допустим, могут вести, они уже, поскольку это магистратура, они могут как-то что-то вести, вот, так сказать, класс какой-то, то есть со студентами заниматься. А пост-граду студенты, они получают какое-то место там уже, в Волоши, вот, и уже они могут оставаться в университете, и как-то вот. То есть там вот эта система, она довольно аранжирована, но образование, это стоит дорого, конечно. Вот то, что я говорила, что вот в эту школу, айовскую, писательскую, труднее попасть, чем в знаменитую гарвардскую юридическую школу. То есть туда просто относится к себе. Чудовище. То есть, да, и, да, и, а зачем, чтобы стать писателем, а потом всю жизнь жить в бедности. Потому что ты прошел ее, да? But they hope for the connections, right, for the... Well, fiction writers hope to sell a novel that will make enough money to live on, and poets hope to get a teaching job. А их ожидание, что, знаешь, писатель надеется все-таки издать роман, который позволит там жить, а поэты надеются получить место при инверситете. Ну вот, собственно, то есть ты плачешь очень много денег, и у тебя нет каких-то гарантированных никаких перспектив на будущее. И тем не менее, это тяжелее, туда очень тяжело попасть. Там огромное обмен. Да, наверное, все хотят встретиться с тем, что больше них. Это очень много денег. Да, это очень много денег, да. Потому что люди, наверное, хотят работать с тем, что больше людей. Ну вот, давайте посчитаем. Каждый мастер-класс внутри этой программы выпускает 50-50 студентов в год. Каждый класс. И, может быть, половина из них только станет писателем. Но каждый из них все-таки провел два года очень серьезно, занимаясь исследованием художественной формы. И вот этот творческий процесс и решение проблем именно творческого порядка, оно потом будет, как бы сказать, опылять любые процессы, которые они будут выключены. Да, это внутреннее развитие, это работа с головой. Вот такой вопрос. Не было ли записей семинаров? Вот эти вот невероятных аналогов. Меньше единицы, там есть эссе знаменитая, 50 страниц о вот этом 1 сентября 1939 года, вот разбор строчка за строчкой. И это практически транскрипция нашего занятия, того занятия. Ну, конечно, он его отредактировал, но, в принципе, это было сделано для студентов. Ну, не видео, не аудио. Но это так же, вот в нем осталось, что интересно, в нем осталась его манера речи. Вот она там чувствуется, как он говорил. Это не совсем письменный текст, что ли? Транскрипция. Записи уснуть. Спасибо. Огромное спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Тут прям не хватало чая из перегара. Да, да. Хочется еще вас спросить, а вы можете прочитать свои стихи, Ксения? Ой, Ксения. Да, да, да. Я прошу прощения, что я так вдруг внезапно, но... Ну, я вообще, как бы, в другом жанре, я скорее в таком эссе, переходящем в литературу, я была рада узнать, что просто начинала в поисках утраченного времени, как эссе о литературе, где больной автор хочет поговорить со своей матерью. Вот. А потом, значит, из этого росли поиски утраченного времени. Скорее так, но я в доме Пастернака, но я могу прочесть, знаете... Мы за пределами. Да. Это... Я пока еще не могу сказать, что я нашла, вот, и я очень ударялась в то, о чем говорит Крис. Я скорее это делаю в прозе, у меня больше поэзии в прозе, чем... Но я, поскольку вы попросили, я прочту то, что я вам спою. Да. Я спою песню, которая пришла на мою песне. Только сначала пусть пролетит, хорошо. И поэтому я совсем за нее отвечаю. Вот. И, может быть, два стихотворения на смерть двух людей, которые... Это тоже некоторым образом объективно, потому что вы так ловились вместе со смертью этих людей. Я просто расскажу тогда, как это получился. Они все такие сновиденческие поэты. Действительно, поэзия совсем мой жанр, а поэзии на суть я не помню. Спасибо за то, что вы попросили. И первое стихотворение – это у меня был друг, у него умирала бабушка, и мне позвонила подруга моя. Как всякие интеллектуалы, интеллектуалы боятся двух вещей – они боятся любви и смерти. Потому что как раз интеллектуальный мозг, он очень запрещает, вот, хотя все время говорят о предельных опытах, но когда они сталкиваются с этим, очень трудно. Они этого боятся. Как раз именно о жизни и смерти они очень сложно говорят. Вот, и она говорит, представляешь, она умирает, мрак, она сидит вся в трубках, она страшно кричит, мы все боимся. Она рисует мне вот эту картину, я представляю себе грозную старую женщину в трубках, как это вот все, и как они все ходят. И вдруг мне во сне вот пришлось стихотворение, видимо, моя душа не могла с этим смириться, с такой картиной. И она написала сама, душа, стихотворение, которое, в общем, на тот момент было, конечно, больше, чем я. Я была совсем юная, когда, ну, то есть мне было 22, наверное, года. Старуха лежит на земле и на снегу и орёт, что видит, как смерть к ней по снегу идёт, что так ей темно, что не видит она ни рая, ни ада, осталась одна. Лежит и кричит, что нету ей мочи, что тело её во вдовье в наряде лежит, как бельё, и нечем дышать ей, и шея танка, им воздух тяжёл, как мужская рука. Лежит и кричит, а кругом тишина, и только чирикает птичка одна, и стала старуха прямо, как копьё, когда эта песня на стекле. А второе такое стихотворение тоже сновиденческое «На смерть», это когда умер Саша Кайдановский, наш прекрасный актёр. Просто мы дружили, и мне было 16 лет, когда, собственно, его не стало. И я написала, это опять же такое сновиденческое, вот и поэтому тоже совсем не соответственно. Что-то исчезло из жизни нашей вместе со смертью белого Саши. Саша растаял, как снег вчерашний, в комнате дольной, в комнате страшной. Саша ходила далеко на мере, Саша не пил уже две недели. О смерти она точно рукав расшитой, ныряешь в петлю, тетёрка сбитой. Ох, воды тёмные, ох, воды белые, как свет из жизни уходит тело. И уходит тень, а в жизни наша вчера приснился белый Саша. Здорово. Спасибо огромное. Спасибо, что не отказались это сделать. Здорово. Спасибо.